Всем привет-привет! Ну что ж, сегодня у меня тоже очень осеннее настроение, и мне бы хотелось чем-то красивеньким, интересненьким вас тоже вдохновить. Поэтому сегодня я придумала делать вот такие вот прикольные медальончики с вышивкой, осенней вышивкой на осеннюю тематику. Я обязательно все приложу выкройки для того, чтобы можно было тоже что-то подобное сделать. И также в видео приложу отдельную запись, где буду рассказывать про самые-самые базовые стежки. Сразу всем говорю, я вообще далеко не мастер, я только начинаю, и мне самое главное в моих видео это просто вдохновить. Я считаю, что это очень-очень важно, поэтому если вы как-то используете по-своему эти варианты, я считаю, это вообще очень здорово и круто. Но я показываю то, что получилось у меня, и то, что я хочу сделать. Итак, для работы нам с вами, конечно же, понадобятся выкройки. Я все вот эти рисуночки, картинки обязательно приложу в конце видео, чтобы вы могли не мучиться, а взять уже готовые шаблоны и запросто это все перенести на ткань. Дальше нам с вами понадобится картон. Я беру вот картон обычной такой плотности. Это нужно для того, чтобы медальончики были более плотные и, ну, естественно, держали форму. Следующее нам понадобится, понадобятся какие-то или бумажки красивые, или обои. Вот я, в частности, использую обои для того, чтобы сделать заднюю стеночку нашей вышивки и чтобы был более аккуратный вид медальона. Ну, и, естественно, конечно же, нам понадобится вышивка. Я уже вышила готовые картиночки. В видео, как я уже и обещала, я обязательно добавлю самые базовые стежки, которыми я пользуюсь и которыми, по сути, я вышила все-все-все вот эти вот картинки. Ну что ж, поехали. Вышивка, тканьки, всякие бумажные картиночки, ножницы, картоны у нас есть. Так что давайте начнем с самого начала. И прежде всего я хочу рассказать, как перебить рисунок на ткань. Для этого я использую обычную канцелярскую кальку. Ее легко можно где-то купить в канцелярских магазинах. Думаю, с этим не будет проблем. Дальше. Очень, ребят, важный нюанс. Когда перебиваете рисунок, важно изначально натянуть ткань на пяльцы и только потом уже рисовать или перебивать карандашный рисунок. Почему? Потому что если изначально натянуть на просто ткань, то потом после натяжения на пяльцы рисунок может повести, деформировать. И я уже так ошиблась не один раз, поэтому сразу говорю, вначале натягивайте. Так, что мы делаем? Я взяла сразу вот такую вот крышечку, да, от какой-то баночки, для того, чтобы просто размеры везде были одинаковые. Ну, пока что мы ее просто подложим себе для удобства вот сюда, да, чтобы была твердая основа. Дальше я беру любой рисунок. Давайте вот эти листики возьмем и накладываю, соответственно, нашу кальечку. Так, главное, правильную сторону наложить. Вроде бы вот так вот, правильная сторона. Все, теперь накладываем на твердую поверхность и просто обводим все карандашиком. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, вот отлично, смотрите, как хорошо перебился рисунок. Давайте покажу поближе. Да, понятное дело, где-то есть недочеты, но это все можно уже аккуратненько потом финально подправить карандашиком. Или же уже сразу начинать работать с ниточками, и потом просто это все уйдет под нить, и будет очень красивый и аккуратный рисунок. Так что метод очень простой и, как мне кажется, очень эффективный. Ну что ж, наконец-то мы с вами переходим к вышивке. Я также обязательно прикреплю отдельное видео, в котором я рассказываю про самые базовые стежки, которыми я сделала, по сути, все эти рисуночки, и которыми, мне кажется, можно сделать, ну, практически 99,9% любых вышивок. Ну, собственно, мы дальше с вами продолжаем работку. После того, как мы сделали вышивку, нам нужно будет сделать укрепление для нее с помощью картона. Я беру самый обыкновенный картон, тоже продается в художественных магазинах. Я его нарезала на такие кусочки, и теперь, что я буду делать, это просто аккуратненько вырезать кружочки по краю. Для того, чтобы край был максимально аккуратным и ровным, я советую использовать наждачную бумагу, чтобы пройтись таким образом по краюшку, и у нас была максимально ровная и аккуратная штучка-медалька. Следующим шагом нам нужно будет приклеить нашу вышивку к картону. Для этого я советую использовать клеющий карандашик, разный. Пробовала клея и клей ПВА, и другие. Ну, как-то клеющий карандаш мне показался самым удобным материалом, и как-то с его помощью лучше всего приклеивается такой элемент. Когда передняя часть приклеена, теперь на задней части нам нужно сделать вот такие вот треугольные вырезы, для того, чтобы приклеить это все тоже к задничку. Поэтому просто вырезаю ножницами вот такие вот треугольники. Вот, таким образом будет легче это все дело приклеивать. Опять намазываем клеем края, именно картона. Да, и к картонке, соответственно, будем вот эти вот все лепесточки и треугольнички приделывать. Дальше я буду использовать обои для того, чтобы сделать вот эту вот заднюю часть более аккуратной. Также я подготовила вот такие вот маленькие кусочки ленты, для того, чтобы сделать петелечки. Опять же, чтобы потом вот эти вот медальки можно было подвесить. Ну, мне кажется, это такой будет тоже достаточно неплохой вариант. Поэтому сюда, в промежутке, конечно же, мы должны вначале продеть петелечку, а потом уже красиво зафиксировать это непосредственно нашими обоями. Чтобы все края максимально хорошо схватились, я для этого советую использовать прищепки. Можно так вот прищепить краешек для того, чтобы, ну, сто процентов быть уверенным, что ничего не отойдет и все будет максимально хорошо держаться. Вот такая вот уютная осенняя коллекция у нас с вами получилась. Такие милые и аккуратные вышивки. Ну, мне кажется, это очень классный был опыт, классная практика создания вот таких вот милашностей. Вот, поэтому всем очень советую, кто любит осеннее настроение, осеннее ощущение. Вот такие вот вышивки, они действительно очень помогают создать атмосферу, уют. И, конечно же, вот такие вот элементы всегда можно куда-то приспособить, где-то подвесить. Вот для этого я специально делала такие небольшие как бы подвесочки, чтобы было удобно это все как-то вот так вот аккуратненько выложить, выставить. И в любом случае будет такой классный осенний декор. В дальнейшем, я думаю, что буду пополнять свои коллекции таких вот миниатюрных вышивок. Ну, как минимум, потому что это просто очень придает атмосфере и какому-то такому дополнительному настроению сезонному. И, с другой стороны, мне кажется, очень классно, когда есть, например, такая коллекция осеннее, потом весеннее, летнее, зимнее. Да, такими именно миниатюрками можно полностью передавать сезоны. И, конечно же, всегда вот эти вот декоры есть куда использовать, есть куда подвесить или просто положить, или просто на свой рабочий стол, чтобы создавала эта вышивка атмосферу уюта, осеннего, какого-то такого приятного настроения и ощущения. Поэтому всем огромное спасибо, кто со мной был и кто все это дело просмотрел. Я очень надеюсь, что у меня частично получилось вас вдохновить на творчество, на какие-то такие креативные идейки. В любом случае, я буду дальше пополнять свои коллекции и делиться с вами результатами. Еще раз всем спасибо огромное за внимание. Всем до встречи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok